Глава третья. Автор весьма оригинально развлекает императора, придворных дам и кавалеров. Описание развлечений при дворе в Лилипутии. Автору на определенных условиях даруется свобода. Моя кротость и доброе поведение до такой степени примирились со мной императора, двор, армию и вообще весь народ, что я начал питать надежду на скорое получение свободы. Я всячески старался укрепить это благоприятное расположение. Население постепенно привыкло ко мне и стало меньше меня бояться. Иногда я ложился на землю и позволял пятерым или шестерым лилипутам плясать на моей руке. Под конец даже дети отваживались играть в прятки в моих волосах. Я научился довольно сносно понимать и говорить на их языке. Однажды императору пришла мысль развлечь меня акробатическими представлениями, в которых лилипуты своей ловкостью и великолепием превосходят другие известные мне народы. Но ничто меня так не позабавило, как упражнение канатных плясунов, совершаемые на тонких белых нитках длиною в два фута, натянутых на высоте 12 дюймов от земли. На этом предмете я хочу остановиться несколько подробнее и попрошу у читателя немного терпения. Эти упражнения производятся только лицами, которые состоят в кандидатах на высокие должности и ищут благоволение двора. Они с молоду тренированы в этом искусстве и не всегда отличаются благородным происхождением или широким образованием. Когда открывается вакансия на высокую должность вследствие смерти или опалы, что случается часто, Пять или шесть таких соискателей подают прошение императору разрешить им развлечь его императорское величество и двор танцами на канате. И кто прыгнет выше всех неупавшей, получает вакантную должность. Весьма часто даже первые министры получают приказ показать свою ловкость и засвидетельствовать перед императором, что они не утратили своих способностей. Флимнап, канцлер казначейства, пользуется известностью человека, совершившего прыжок на туго натянутом канате по крайней мере на дюйм выше, чем какой удавался когда-нибудь другому сановнику во всей империи. Мне пришлось видеть, как он кувыркался несколько раз сряду на небольшой доске, прикрепленной к канату толщиной не более обыкновенной английской бечевки. Мой друг Рель Дрессер, главный секретарь тайного совета, по моему мнению, если только моя дружба к нему не ослепляет меня, может занять в этом отношении второе место после канцлера казначейства. Остальные сановники стоят почти на одном уровне в означенном искусстве. Эти развлечения часто сопровождаются несчастьями, память о которых сохраняет история. Я сам видел, как два или три соискателя причинили себе увечья. Но опасность увеличивается еще более, когда сами министры получают повеление показать свою ловкость. Ибо, стремясь превзойти самих себя и своих соперников, они проявляют такое усердие, что редко кто из них не срывается и не падает. Иногда даже раза по два и по три. Меня уверяли, что за год или за два до моего прибытия Флемнап непременно сломал бы себе шею, если бы одна из королевских подушек, случайно лежавшая на полу, не смягчила удара от его падения. Кроме того, в особых случаях здесь устраивается еще одно развлечение, которое дается в присутствии только императора, императрицы и первого министра. Император кладет на стол три тонких шелковых нити – синюю, красную и зеленую – в шесть дюймов длины каждая. Эти нити предназначены в награду лицам, которых император пожелает отличить особым знаком своей благосклонности. Церемония происходит в Большом Тронном Зале Его Величества, где соискатели подвергаются испытанию в ловкости, весьма отличному от предыдущего и не имеющему ни малейшего сходства с теми, что мне доводилось наблюдать в странах Старого и Нового Света. Император держит в руках палку в горизонтальном положении, а соискатели подходят друг за другом, то перепрыгивают через палку, то ползают под ней взад и вперед несколько раз, смотря потому, поднята палка или опущена. Иногда один конец палки держит император, а другой – его первый министр. Иногда же палку удерживает только последний. Кто проделает все описанные упражнения с наибольшей ловкостью и проворством и наиболее отличится в прыгании и ползании, тот награждается синей нитью. Красная дается второму по ловкости, а зеленая – третьему. Пожалованную нить носят в виде пояса, обматывая ее дважды вокруг талии. При дворе редко можно встретить особу, у которой бы не было такого пояса. Каждый день мимо меня проводили лошадей из полковых и королевских конюшен, так что они скоро перестали пугаться меня и подходили к самым моим ногам, не кидаясь в сторону. Всадники заставляли лошадей перескакивать через мою положенную на землю руку, а раз императорский ловчий на рослом коне перепрыгнул даже через мою ногу, обутыв башмак. Это был поистине удивительный прыжок. Однажды я имел счастье позабавить императора самым необыкновенным образом. Я попросил достать несколько палок длиною в два фута и толщиной в обыкновенную трость. Его Величество приказал главному лесничему сделать соответствующее распоряжение. И на следующее утро семь лесников привезли требуемые, на семи теле из которых каждая была запряжена восьмию лошадями. Я взял девять палок и крепко вбил их в землю в виде квадрата, каждая сторона которого была длиною в два с половиной фута. На высоте около двух футов я привязал к четырем углам этого квадрата другие четыре палки параллельно земле. Затем на девяти колях я натянул носовой платок туго как барабан. Четыре горизонтальные палки, возвышаясь над платком приблизительно на пять дюймов, образовались с каждой стороны нечто вроде перил. Окончив эти приготовления, я попросил императора отрядить двадцать четыре лучших кавалериста для упражнений на устроенной мною площадке. Его Величество одобрили мое предложение, и когда кавалеристы прибыли, я поднял их поочередно на лошадях и в полном вооружении вместе с офицерами, которые ими командовали. Построившись, они разделились на два отряда и начали маневры. Пускали друг в друга тупые стрелы, бросались друг на друга с обнаженными саблями, то обращаясь в бегство, то преследуя, то ведя атаку, то отступление. Словом, показывая лучшую военную выучку, какую мне когда-либо доводилось видеть. Горизонтальные палки не позволяли всадникам и их лошадям упасть с площадки. Император пришел в такой восторг, что заставил меня повторить это развлечение несколько дней сряду, и однажды соизволил сам подняться на площадку и лично командовать маневрами. Хотя и с большим трудом ему удалось убедить императрицу разрешить мне подержать ее в закрытом кресле на расстоянии двух ярдов от площадки, так что она могла хорошо видеть все представление. К счастью для меня, все эти упражнения прошли благополучно. Раз только горячая лошадь одного из офицеров пробила копытом дыру в моем носовом платке, и, споткнувшись, упала и опрокинула своего седока. Но я немедленно выручил обоих и прикрыл одной рукой дыру, спустил другой рукой всю кавалерию на землю тем же способом, каким поднял ее. Упавшая лошадь вывихнула левую переднюю ногу, но всадник не пострадал. Я тщательно починил платок, но с тех пор перестал доверять его прочности в подобных опасных упражнениях. За два или за три дня до моего освобождения, как раз в то время, когда я развлекал двор своими выдумками, к его величеству прибыл гонец с донесением, что несколько подданных, проезжая возле того места, где я был найден, увидели на земле какое-то громадное черное тело весьма странной формы, с широкими плоскими краями, кругом, занимающими пространство, равное спальне его величества, и с приподнятой над землей на высоту человеческого роста серединой. Что это не какое-нибудь живое существо, как они первоначально опасались, ибо оно лежало на траве неподвижно, и некоторые из них несколько раз обошли его кругом. Что, становясь на плечи друг к другу, они взобрались на вершину загадочного тела, которое оказалось плоской поверхностью, а само тело внутри полым, в чем они убедились, топая по нему ногами. Что они смиренно высказывают предположение, не есть ли это какая-нибудь принадлежность человека горы, и если будет угодно его величеству, то они берутся доставить его всего только на пяти лошадях. Я тотчас догадался, о чем шла речь, и сердечно обрадовался этому известию. По-видимому, добравшись после кораблекрушения до берега, я был так расстроен, что не заметил, как по дороге к месту моего ночлега у меня слетела шляпа, которую я привязал к подбородку шнурком, когда огреб в лодке, и плотно надвинул на уши, когда плыл по морю. Вероятно, я не обратил внимания, как разорвался шнурок, и решил, что шляпа потерялась в море. Описав свойства и назначения этого предмета, я умолял его величество отдать распоряжение, чтобы он как можно скорее был мне доставлен. На другой день шляпа была привезена мне, но в неблестящем состоянии. Возчики пробили в полях две дыры на расстоянии полутора дюймов от края, зацепили за них крючками, крючки привязали длинной веревкой к уприже и волокли таким образом мой головной убор добрых полмили. Но благодаря тому, что почва в этой стране необыкновенно ровная и гладкая, шляпа получила меньше повреждений, чем я ожидал. Спустя два или три дня после описанного происшествия император отдал приказ по армии, расположенной в столице и окрестностях, быть готовой к выступлению. Его величество пришла фантазией доставить себе довольно странные развлечения. Он пожелал, чтобы я стал в позу колосса Родосского, раздвинув ноги насколько возможно шире. Потом он приказал главнокомандующему, старому опытному военачальнику и моему большому покровителю, построить войска с сомкнутыми рядами, провести их церемониальным маршем между моими ногами, пехоту по 24 человека в ряд, а кавалерию по 16. с барабанным боем, развернутыми знаменами и поднятыми пиками. Весь корпус состоял из трех тысяч пехоты и тысячи кавалерий. Его величество отдал приказ, чтобы солдаты под страхом смертной казни вели себя вполне благопристойно по отношению к моей особе во время церемониального марша, что, однако, не помешало некоторым молодым офицерам, проходя подо мною, поднимать глаза вверх и сказать правду. Мои панталоны находились в то время в таком плохом состоянии, что давали некоторый повод посмеяться и прийти в изумление. Я подал императору столько прошений и докладных записок о даровании мне свободы, что, наконец, его величество поставил этот вопрос на обсуждении сперва своего кабинета, а потом государственного совета, где никто не высказал возражений за исключением Скайриша Болголама, которому угодно было без всякого повода с моей стороны стать моим смертельным врагом. Но, несмотря на его противодействие, дело было решено всем советом и утверждено императором в мою пользу. Болголом занимал пост Гальбета, то есть адмирала королевского флота, пользовался большим доверием императора и был человеком весьма сведущим в своем деле, но угрюмым и резким. Однако его, наконец, убедили дать свое согласие, но он настоял, чтобы ему было поручено составление условий, на которых я получу свободу, после того, как мной будет дана торжественная клятва свято соблюдать их. Условия эти Скайриш Болголом доставил мне лично в сопровождении двух помощников-секретарей и нескольких знатных особ. Когда они были прочитаны, я должен был присягнуть, что я не нарушу их, причем обряд присяги был совершен сперва по обычаям моей родины, а затем по способу, предписанному местными законами, заключавшемуся в том, что я должен был держать правую ногу в левой руке, положа в то же время средний палец правой руки на темя, а большой на верхушку правого уха. Но, быть может, читателю любопытно будет составить себе некоторые представления о стиле и характерных выражениях этого народа, а также познакомиться с условиями, на которых я получил свободу. Поэтому я приведу здесь полный буквальный перевод означенного документа, сделанный мною самим тщательным образом. Гальбасто Мамарен Эвлиэм Гердайло Шефин Моллио Лигу Могущественный император Лилипути, отрада и ужас Вселенной, коего владения занимают пять тысяч блистрегов около двенадцати миль в окружности, располагаются до крайних пределов земного шара, монарх над монархами, величайший из сынов человеческих, ногами своими упирающийся в центр земли, а головой касающийся солнца, при одном мановении которого трясутся колени у земных царей, приятный, как весна, благодетельный, как лето, обильный, как осень и суровый, как зима, его высочайшее величество предлагает недавно прибывшему в наше небесное владение человеку-горе следующие пункты, которые человек-гора под торжественной присягой обязуется исполнять. Первое. Человек-гора не имеет права оставить наше государство без нашей разрешительной грамоты с приложением большой печати. Второе. Он не имеет права входить в нашу столицу без нашего особого повеления, причем жители должны быть предупреждены за два часа, чтобы успеть укрыться в своих домах. Третье. Названный человек-гора должен ограничивать свои прогулки нашими главными большими дорогами и не смеет гулять или ложиться на лугах и полях. Четвертое. Во время прогулок по назначенным дорогам он должен внимательно смотреть под ноги, дабы не растоптать кого-нибудь из наших любезных подданных или их лошадей и телег. Он не должен брать в руки названных подданных без их на то согласия. Пятое. Если потребуется быстрое доставление гонца к месту его назначения, то человек-гора обязуется раз в луну относить в своем кармане гонца вместе с лошадью на расстоянии шести дней пути и, если потребуется, доставлять названного гонца в целости и сохранности обратно к нашему императорскому величеству. Шестое. Он должен быть нашим союзником против враждебного нам острова Блефуску и употребить все усилия для уничтожения неприятельского флота, который в настоящее время снаряжается для нападения на нас. Седьмое. Упомянутый человек-гора в часы досуга обязуется оказывать помощь нашим рабочим, поднимая особенно тяжелые камни при сооружении стен нашего главного парка, а также при постройке других наших зданий. Восьмое. Упомянутый человек-гора в течение двух лун должен точно измерить окружность наших владений, обойдя все побережье и сосчитав число пройденных шагов. Наконец, под торжественной присягой названный человек-гора обязуется в точности соблюдать означенные условия, и тогда он, человек-гора, будет получать ежедневно еду и питье в количестве достаточном для прокормления 1728 наших подданных и будет пользоваться свободным доступом к нашей августейшей особе и другими знаками нашего благоволения. Дано в Бельфабураке, в нашем дворце, в двенадцатый день девяносто первой луны нашего царствования. Я с большой радостью и удовольствием дал присягу и подписал эти пункты, хотя некоторые из них не были так почетны, как я бы желал. Они продиктованы были исключительно злобой Скайриша Болголома, верховного адмирала. После принесения присяги мои цепи были немедленно сняты, и я получил полную свободу. Сам император удостоил меня своим присутствием на церемонии моего освобождения. В знак благодарности я полниц к ногам его величества, но император велел мне встать, и после многих милостивых слов, которых я во избежание упреков тщеславии не стану повторять, прибавил, что надеется найти во мне полезного слугу и человека вполне достойного тех милостей, которые он уже оказал мне и может оказать в будущем. Пусть читатель благоволит обратить внимание на то, что в последнем пункте условий возвращения мне свободы император постановляет выдавать мне еду и питье в количестве, достаточном для прокормления 1728 лилипутов. Спустя некоторое время я спросил у одного моего друга придворного, каким образом была установлена такая точная цифра. На это он ответил, что математики его величества, определив высоту моего роста при помощи квадранта и найдя, что высота эта находится в таком отношении к высоте лилипута, как 12 к единице, заключили на основании сходства наших тел, что объем моего тела равен по крайней мере объему 1728 тел лилипутов, а следовательно оно требует во столько же раз больше пищи. Из этого читатель может составить понятие, как осмышленности этого народа, так и о мудрой расчетливости великого его государя. а ваше мудрой 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 мудрой